здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами научимся создавать атрибуты к нашему продукту что такое атрибуты вот смотрите например мы открыли продукт открыли товар телефон и атрибуты у телефона выглядит вот так пишется в 10 диагональ телефона 5 и 5 разрешение экрана 1920 на 1080 и так далее то есть соответственно ваших продуктов должны быть уже непосредственно свои атрибуты они нужны не только здесь то есть вот не только в продукте отображение до характеристики по-другому за счет вот этих вот атрибут позже мы с вами будем рассматривать модуль фильтр это вообще не отъемлемая часть любого интернет-магазина давайте перейдем на главную перейдем в категорию вот видите вот слева у меня есть расположен фильтр продуктов у нас будет отдельный урок по этому фильтру так вот этот фильтр работает как раз по этим атрибутам то есть чтобы человек мог отсортировать по каким-то своим критериям товары то есть по цене значит по разрешению экрана до по мегапикселем по поддержке интернета 4g 3g и соответственно вы для своих товаров уже также здесь атрибуты свои создадите подумайте какие у вас должны быть атрибуты или подглядите у конкурентов и соответственно выставлять атрибуты вашей тематики до переходим в админку нашего сайта переходим компоненты джима к касса и у нас вот на главной странице вот здесь вот есть плитка атрибута кликом сюда у нас здесь пока ничего не создано давайте создадим первый атрибут нажимаю на кнопку создать и вот смотрите имя атрибута первое поле здесь вы пишете название до значение экрана например пишем от разрешения экрана какие есть у нас это разрешение телефона целесообразно сделать большое количество разновидностей разрешения экрана чтобы вы потом могли уже в самом продукте выбирать для какого телефона какое разрешение экрана сегодня в уроке мы об этом поговорим то есть смотрите одно значение вы прописали дальше нажимаете вот здесь напротив такую галочку она у вас показывается здесь далее прописывайте новый атрибут новое значение атрибута ставите галочку то есть вот таким вот образом принципе здесь без ограничений вы прописываете каждому значению свой атрибут далее префикс атрибута я здесь в данном случае ничего не прописывал вы можете навести мышку и почитать зачем это поле здесь нужно здесь принципе все понятно вот это важная здесь опция назначить для категорий то есть вы можете здесь назначить для ваших созданных категорий то есть вот этот атрибут только для какой-то определенной категории то есть это очень важно потому что у нас будет потом эти аксессуары чехлы для телефонов и там будет свои категории нам не нужно чтобы пересекались атрибуты телефонов и атрибуты для чехлов или для каких-то любых других аксессуаров в принципе для всех телефонов можно проставить значение атрибута разрешение экрана практически всех телефонов бывает одинаковое вы кликайте просто по категории они у вас тут вот начинают появляться кликайте вот в пустом месте рядом с категориями чтобы выбрать еще категорию и те категории которые вы выбрали видно что они здесь уже не активны то есть вы их выбрали их выбрать больше нельзя если вдруг нужно удалить какую-то категорию напротив здесь есть крестик можно кликнуть по крестику и категория будет удалена я же проставлю все категории телефонов вот таким вот образом все у нас атрибут один готов мы нажимаем сохранить и закрыть вот так вот выглядит атрибут здесь у нас будет список атрибутов давайте пропишем еще несколько атрибутов далее кликом на кнопку создать создаем новый атрибут дальше я создаю диагональ и прописывать 4 4 7 5 и 5 я не буду прописывать все всевозможные значения атрибута то всевозможные диагонали здесь просто для теста я вам показываю и назначаем также все категории и так все категории я заполнил нажимаю сохранить и закрыть давайте создадим еще один атрибут следующий я создаю bluetooth и вот здесь вот я пишу да ставлю галочку и нет на интернет магазинах по продаже сотовых телефонов обычно в атрибуте пишется так если есть bluetooth телефон то стоит напротив да если нет то нет можно здесь как-то по-другому обозначить и также прописываю те категории которые здесь подходят в данном случае все категории телефонов и так атрибуты я создал нажимаю сохранить дальше я ставлю на паузу и заполню все атрибуты которыми необходимы вы также сейчас должны потренироваться и заполнить атрибуты для своих товаров и так я создал все атрибуты которые мне были необходимы теперь давайте рассмотрим как в продуктах эти атрибуты включать и как где можно их расположить в самом продукте там есть несколько вариантов мы с вами переходим вот здесь вот кликаем c панель переходим в продукты и для всех наших продуктов нам нужно будет прописать атрибуты и так давайте начнем с нижнего у нас здесь есть вкладка атрибуты мы с вами ее пропускали в прошлых уроках мы с вами кликаем атрибуты и потом кликаем добавить атрибуты здесь у нас похожая картина да когда мы с вами добавляли изображение так как атрибуты мы уже сами создали у нас тут появляется два поля атрибут и состояние мы выбираем атрибут для данной модели телефона как только мы выбрали из списка который мы с вами создали атрибут у нас здесь появляется сразу значение и видите как удобно мы с вами только проставим галочку то есть какое разрешение подходит к данному телефону и нажмем сохранить и у нас атрибут будет готов то есть я сейчас не буду смотреть какое разрешение у данного смартфона я просто поставлю на бум сейчас просто вы должны понять принцип работы нажимаем сохранить закрыть все видео один атрибут у нас создан далее мы кликаем еще раз на синюю полоску на эту и выбираем другой атрибут и ведь как здесь все сделано удобно если у вас будет очень много атрибутов те атрибуты которые вы уже установили они здесь не активны то есть мы не можем их выбрать значит они уже выбраны это очень-очень удобно дальше берем диагональ например 5 и 5 сохранить закрыть и в общем вот таким вот образом вы выбираете атрибуты для ваших товаров для ваших продуктов сейчас я быстренько здесь все проставлю все атрибуту одного продукта у меня готовы мы с вами нажимаем сохранить и закрыть в этом уроке у вас будет домашнее задание вы должны будете к другим вашим созданным продуктом который вы уже создали прописать свои атрибуты как сейчас вот я сделал в уроке далее теперь давайте посмотрим как нам вывести атрибуты в продукт вот если мы зайдем в продукт и обновим страницу то я здесь не вижу никаких атрибутов нигде у нас продукты по умолчанию отключены нам нужно включить мы переходим с вами в настройки магазина это правый верхний угол кнопочка настройки кликаем сюда переходим на вкладку продукт прокручиваем ниже и находим вот здесь такой параметр атрибуты продукта и видно что она стоит скрыть кликаем по списку и у нас есть несколько вариантов в блоке стоимости под изображением под описанием во вкладке у меня вот здесь вот расположена во вкладке в этой видите но еще вкладки будем с вами проходить здесь уже вы сами смотрите как вам больше нравится давайте рассмотрим эти варианты давайте посмотрим в блоке стоимости то есть во вкладке вы уже видели вот как на моем демо сайте в принципе я так и оставлю но я хочу вам показать нажимаем сохранить обновляем наш продукт видно да где у нас с вами располагается соответственно вот этот блок стоимость эти кнопки их все можно также переместить правую часть напротив нашего главного изображения атрибуты под описанием посмотрим давайте обновим описание вот которое мы с вами прописывали атрибуты у нас теперь здесь ниже так давайте сделаем во вкладке оставим и сохраним и вот у нас получается видно да вкладочка с атрибутами все давайте немножко поговорим значит о настройках самого продукта изображение давайте сделаем чуть большего размера потому что если мы с вами зайдем в продукт здесь у нас изображение будет побольше так в настройках вкладка продукт мы прокручиваем ниже высота эскиза изображения эскиз это вот этот наш первоначальная картиночка опять же сейчас у нас нету здесь галереи мы с вами добавляли картинки потому что здесь нужно добавить добавить плагин галереи мы с вами в следующих уроках это проделаем давайте пока сделаем эскиз у меня стоит 90 здесь можете навести мышь и почитать что ширина будет выставлена автоматически высота изображения поставим 350 сохранить обновляем страницу у нас изображение видно стало больше соответственно если вы хотите чтобы при клике на изображение изображение открывалась у вас в полном размере то есть у вас там может быть большое изображение то я думаю что вот здесь высота изображения можно поставить вот здесь вот видно в подсказке написано сто процентов ну или же высота изображения вы можете выставить оригинальной то есть подсмотреть на само изображение в свойствах картинки сколько там высота и выставить здесь высоту вот таким вот образом и так на этом уроке я поставлю паузу и в следующем уроке мы с вами поговорим про элементы расположение элементов в самом продукте, то есть вот эти кнопочки то есть вот эту вкладку продукты мы с вами рассмотрим более детально, пройдемся по ней потому что это важный момент вы должны понимать, что за что здесь отвечает на этом здесь все и увидимся в следующем уроке Субтитры создавал DimaTorzok